Помощь кошкам, пострадавшим от человеческой жестокости. Благотворительную ярмарку «Желток» провели в минувшую субботу в рамках фестиваля детских дворов. Гости могли приобрести картины городских художников с изображением кошек, а также хендмейт-игрушки. Собранные деньги пошли в поддержку волонтерского проекта «Кошачье царство». Детали в сюжете Ксении Самборской. Ей слово. Знакомьтесь, это принцесса. Она родилась в обычном одесском дворике на поселке Котовского. Из-за человеческой жестокости котенок остался без хвоста и глаза. Ее избили, покалечили. Во дворе люди отнесли ее в клинику, прооперировали и так далее. Но, к сожалению, никто ее не забрал домой. Ее выпустили обратно в подвал со швами и так далее. Из-за того, что она ослабленная после операции, после всего этого попала снова в такие условия, она потом заболела еще кошачьей чумкой. Но она, она боец, она это тоже пережила, переборола. Вот она жива, здорова. Принцесса – настоящая звезда. Она даже приняла участие в съемках музыкального клипа. Не только взрослые, но и дети сочувствуют беззащитным животным. Я не хочу, чтобы они страдали. Я хочу, чтобы люди им помогали. Вот то, что когда их выкидывают, это называется, что им это все надоело. То есть они проиграли, все им надоело, выкидывают их. И это плохо. Как я им хочу помочь? Вот их надо отвозить к ветеринарам, обсматривать, а потом их можно уже забирать к себе. У этой благотворительной ярмарки очень интригующее название. Казалось бы, почему желток и как это связано с кошками? Организаторы поделились с нами историей, которая за этим стоит. На самом деле, эта ярмарка названа в честь особенной кошки, которую ветеринары назвали желток. Волонтер, руководитель кошачьего царства подобрал эту кошечку, когда она была в очень плохом состоянии. Она пострадала от людей. И у нее были проблемы определенного характера, которые делают слизистую желтого цвета. Поэтому ветеринары дали ей такое имя. К сожалению, не удалось кошку спасти. И одесскую художницу Марину Яндоленко эта история очень зацепила, как не только ее, а очень многих сочувствующих нам людей. Мы решили сделать такую ярмарку в память этой кошки и в помощь ее собратьям. Те, кто не успел попасть на ярмарку, но очень хочет помочь животным, может сделать это в любое время. Номер карты волонтера вы видите на экране. Ксения Сомборская, Алексей Филиппов, 7 канал.